Девочка-пай 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 Но так, но сумма суммарум закладываю, что и так выходит это танее, чем купон на рынке, потому что... Но так, но мы говорим о людях, которые не имеют высоких доходов. И повторяю, заданием собственной гмины есть обеспечение потребительных жителей таким людям. Мы не говорим о людях, которые имеют удовольствие кредитового и которые могут свободно это место купить или вынать на свободном рынке, только мы говорим о тех людях, которых на это по-просто-звыцайне не стоит. И министо у нас обязательство обеспечить жителей таким людям. Таким парадоксом. С одной стороны, это должны быть люди о очень низких доходах. С другой стороны, люди, которые могут доказать, что их стоит на то, чтобы эти жители выремонтировать. Ну, именно. На этом полега, нистёте, этот парадокс, что эта пуля этих 200 жителей, которые де-факто были пустостанами przez wiele лет, которых не было... Место не хотелось с одной стороны ремонтовать, а с другой стороны не хотелось например, спредать на свободном рынке. Зостаточно было вручено до пули mieszкань коммунальных, а де-факто не стоят это мешканья коммунальные. Это мешканья до ремонта. Потому что мешканья коммунальные должны быть мешканьями о окрещенном standardе. Так, чтобы люди, которые имеют потребу мешканиевую, а не ставить их на купление и, действительно, их не ставить ни на купление, ни на вынаемье на свободном рынке, могли свободно до такого mieszкания не проводить, а не выдавать несколько десятков тысяч рублей, мало того, без возможности возврату. Потому что, например, если бы была такая зависимость, что если выкажем окрещенную инвестицию, то есть вклад в ремонт этого и эти деньги в рамках чинска станут уможены, то тогда можно говорить о какой-то справедливости. Однако, если это только и выручнее заинвестирование в это место, а и так нужно платить, сконтинут, очень высокий цинж в мешкании коммунальном, то это уже просто несправедливое и неуччивое в смысле до этих найемцев мешканин коммунальных. Студ, но и так мимо всего. Так, потому что часть этих людей не здают себе в каком стандарте эти мешканья просто вписывают в колеи. И в моменте, когда оказывается, что не стоит их на ремонт такого мешканья, это тоже очень интересное. Они не могут уже по разу вписать в колеи до мешканья коммунального. Потому что если зрезыгнували из мешканья, которое в totalной руине, потому что не стоит их на ремонт, то по разу уже не могут вписать в колеи до мешканья коммунального. Студ тоже та малилица колеи. Это просто такое немного немного потому что в Стецине нет смысла политики и нет такого помыслу, в какой способ забезпечить людям мешканья коммунальные. Не увеличивается этих местных. С одной стороны не вынуждены от других жителей по то, чтобы следить наше наше межи 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 которые имеют низкие деньги и вырубить только и вырубить ставку сыншу, и что минито не будит, например, вместе с девелоперами или инными объемами, жилья коммуникаций. А может эти выремонтанные жилья в какой-то способом будут возможны для выкупирования? Или нет такой возможности? Но в последнем году эта новая политика мешканировала, что изменилось сады выкупу жилья, то есть бонификаты, они обязаны только тогда, когда кто-то очень долго выкупирует это жилье. Мало того, в моменте, когда выкупирует это жилье, то подвышаясь этот стандарт, он тоже от этого подвышения этого стандарта, то есть как бы подвучно платит. Платит за привыкание, за жилье, в которое заинвестировано деньги, плюс за сам факт выкупу жилья от гмин. Но невозможно, но мы тоже зауме, что кто-то такое жилье берет и я ремонтует, то есть вкладывает там какие-то конкретные деньги и хочет потом там жить, то можем зауметь, что будет о том мешканец бау и это мешканец снова не заменит в руине, потому как бы не смотреть, что эти зруинованные мешкания будут зруинованы через кого-то. Так, но это тоже свидетельствует о том, что миасто в ответственном моменте не подъяло действия, не реагировало на то, что кто-то проводит в том, что через брюд, авантуры, хаус, но нужно обеспечить такие жилья. Но мимо всего. Встречаин не будует помещений социальных для тех людей, которые подлегают эксмиссии. Я говорю тут не о родинах, не говорю о тех людях, которых по-просто не стать на плаке нечинсу, потому что таких людей есть много, но говорю о zwyкых менелах, которые demolуют мешканья, przestри, demolуются каменнице, пьют, делают авантуры, нисчат все в кости. Таких людей должны по-просто się eliminать. Обеспеченство, конечно, не говорю о eliminации остаточной, но говорю о том, чтобы их как бы выпровадать на маргинез, czyli выпровадать с миста, выпровадать с тех местных и с тех жильниц, которые должны быть свободны от менели. Неводливе есть это проблема, певно не в нашем месте только. Есть это проблема, но только и улучшно консеквентное, острое действие может привести до того, что позднемся менели из этой ближней околики, либо инакцией, знисчат нам все, что есть в кости. Нестеты. Мокны слова. Поставим тут кропку, прzejдемте до следующего темата, czyli Арконка. Арконка, которая в конце нам się отворила. И мило, потому погода дописывает в последние дни. Арконка пока что есть за дармо. Тут pewне торча на линии Презыдент и Рада Мейская выступили. План попору оплат не застал через Раду Шczeцининску, Раду Мейскую, приjęти. Ну и пока что этот первый месяц есть за дармо, но с этого правдоподобнее выникнули уже первые проблемы. То значит, пропустовость этой Арконки оказывала себя збыть мала на то, чтобы помещать всех хенних, которые за дармо хотят там прийти. Во-первых, я всегда указываю окрещение не отплатно, а не за дармо, потому что за дармо это не так, что мы, как межканцы миста, в целости, с бюджетом миста стоимость функционирования этой Арконки мы покрылили. Конечно. То есть так, если через два года было опознение в ремонте, не в будове, потому что это был ремонт, потому что Арконка была, то не есть какой-то новый объект, только он был ремонтован. Если это опознение 2 лет, то я на самом деле не понимаю, почему президент проект ухваы с новыми тарифами, с оплатами за эту Арконку впровадка 4 дня перед открытием Арконки. Преcież это можно было сделать, не знаю, 3 месяца wcześniej, пол-рока wcześniej, рок wcześniej. Устали się регуламин. Мы не имеем принятого регуламину функционирования Арконки. Она działa вг. старого регуламину в zupełnie ином объекту, чем в этой ситуации. Плюс до этого эти оплаты 4 дня перед открытием Арконки врученые в поспеху на Раде Миаста без консультации с радными, без консультации также с мешканицами, без застановения споводовала, что радни этого не ухвалили. Но я тоже не видела никаких противовсказаний, не видела до того, чтобы президент 2 дня перед открытием сгорует сессию Рады Миаста и поновне преклоняясь в междучасе радных ухвала разом с радными окрещённую тарифу. Престрент видоцкально не хотел этого сделать и не говорим, что тут радни заблоковали президенту. По-просто не мок, неудолность. Додаймы до того, что от року затрудненный есть керорник арконки в будове. Не mówiąc о том, что арконка премида где он не выполняет своих основных задач, потому что тарифа оплаты, или регулирование, это основное задание такого руководства. Ну так, потому что руководитель тоже тумался с того, что я читал, что мимо всего чекал на решение президента. Ну то есть такое прерзутание горожего картофла, а де-факто, действительно, президент отвечает за то, за эту немощь, за эту инеркцию и в этой ситуации за то, что на Арконце, вместо родителей с детьми, знову видимо менели, czyli видимо людей, которые, имеют великого ката в пятницу, а на другий день идут на Арконке и там спятят, лечут этого ката, компятят себя в этих басенах, занечисляют туалеты, и так далее, и так далее. А в связи с тем, родины с детьми стоят в коллекте по 2-3 години, не имеют возможности достоять на Арконке. Великих этих людей, по-просто, тоже резыгнует с мысля на этот басен. Нистем, не мы в Штецине много других басенов. В связи с тем, детьми спятят те упалные дни, где-то по каменицам, по улицам. Но мысли Пани, что бесплатное мысль действительно споводило, что аж так велика группа Штецинян постановила эту Арконке отвездить? Потому что я сейчас сейчас над тем, если если впровадим оплаты, аж так страшно нам уменьшить их из них. Потому что оплаты, из того, что видим, тоже не будут какие-то гигантычно высокие, так? Мысли, что те группы этих разных панов скакованных великие уменьшить на Арконке, а тогда, если оплата для детей будет зерова, то если створим такую тарифу, что дети до 12 или 14 р. не платят за Арконке, то на певно великих родин с детьми будет гораздо больше на этом объекте, чего, я думаю, все все желают. Только застанавливайся над этим двугодинным окресом оценивания, как я понимаю, Арконка помещена при всех. кепска организация прежде всего. Те тяжело зручить две годины чекания перед брамом только и выручнее на скаканные osoby. Можем зручить на те, что действительно ответили на то, что есть кепска организация работы. Если есть одна каша, которая выдает неодплатные билеты, если есть одно становиско, через которое впустите этих людей, значит, что просто зручить работу арконки. Даже если было только 4 или 5 дней до этого. По то люди берут пенсии, чтобы организовать. шкода, что на который чекали чекали, с которого все чесимы, шкода, что от самого początku такие квасы в кости доте арконки. А могло быть так хорошо? Найважнейшее, что арконка, мимо всего, есть. Как наиболее. И в Стециня не корыстают в уме, как оказалось. Почекаем в таком разе на какой-то ценник, как уже может, нужно будет заплатить, хотя бы те символичные пары злотых за билет, то ситуация сама себя немного... Как это будет ровно-вартость одного пива, то я думаю, что некоторые, нам надея, зрезыгнули тогда с этой арконки. На кача, подобно, пиво есть доброе, так что, может быть, может, замист с кемпели в этот способ будут себя лечить. Дякую за разговор. Дякую за разговор. Маугурата Яцина-Вит была моим пащем. Кротка прерва, шановни пащи, заменимем гоща и зараз вернемся до программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА